А вы знали, что в Антарктиде скрыта настоящая база инопланетян? И это еще не все. Совсем недавно на континенте обнаружили следы забытых цивилизаций, загадочные статуи и таинственные сооружения. Ученые, конечно, пытались все это скрыть, но слухи все равно поползли. В этом ролике вы узнаете больше об этих и других загадочных артефактах, найденных на территории Антарктиды. А в конце ролика я расскажу вам о самой опасной находке, представляющей угрозу для всего человечества. Эта загадка переплетается с еще одной тайной Антарктиды – ее происхождением. Ученые давно считают, что когда-то на Земле был один огромный суперконтинент – Гондвана, который объединял почти всю сушу на юге планеты. Он мог существовать примерно 750-530 миллионов лет назад. Но куда он исчез? Исчезнуть бесследно он не мог. И причиной его разделения могли быть лишь мощные катастрофы. Геологи предполагают, что тысячи лет назад уровень океанов значительно поднялся. Откуда взялась вся эта вода? Возможно, из космоса. Иногда Землю пересекают кометы, состоящие изо льда. Возможно, одна из них столкнулась с планетой, растаяла, и вода ушла в океаны, затопив прибрежные территории, где раньше жили люди, например, при Черноморье или Берингии около Аляски. Уже в первом тысячелетии до нашей эры люди, возможно, из Южной Америки или Южного Китая, здесь мнения расходятся, начали осваивать бесчисленные острова Тихого океана. Они плыли на плотах и лодках месяцами, переходя от одного острова к другому. И все это казалось невозможным, пока тур Хейердал в 1947 году не построил плот и не повторил их путь, пройдя 8 тысяч километров от Перу до островов Туамоту. Это доказало, что такие путешествия были вполне реальными. Но это были теплые воды. Даже до Новой Зеландии полинезийцы добрались лишь в последнюю очередь. А что южнее, там еще холоднее? Исследователям пришла в голову очевидная идея. А что, если заглянуть в полинезийские мифы? А вы верите в мифы? Ведь викинги плавали в Америку задолго до Колумба. Об этом мы узнали из их преданий. Мифы индейцев помогли реконструировать миграции первых людей через замерзший Берингов пролив. Может, и здесь мифы откроют нам что-то новое? Если мифы полинезийцев содержат хотя бы крупицы истины, то, возможно, они могут пролить свет на еще более древние маршруты и неизвестные земли. Вдруг в этих сказаниях скрыты упоминания о путешествиях к заснеженным просторам Антарктиды? Важно помнить, что мифы – это не просто вымысел. Они часто отражают реальные события, преобразованные временем и культурой. Как в случае с викингами, мифы могут указывать на забытые контакты с землями, которые мы теперь считаем недоступными для древних мореплавателей. Возможно, полинезийцы знали о южных водах больше, чем мы думаем. В их мифах могут скрываться отголоски путешествий к ледяным берегам, где природа и время стерли все следы их присутствия. А что, если полинезийские истории о загадочных местах или островах теней на самом деле говорят об Антарктиде? Современные исследования могут подтолкнуть нас к пересмотру истории освоения Земли. И как когда-то викинги и индейцы, древние полинезийцы могут оказаться связующим звеном между человечеством и загадочным континентом льдов, которые еще предстоит полностью раскрыть. Да, в меловом периоде, 145-66 миллионов лет назад, Антарктида была совсем другой. Это был континент, окутанный буйством тропических лесов и густой растительностью, о котором современные ледяные просторы не дают ни малейшего намека. Теплый климат того времени создавал идеальные условия для процветания огромных динозавров и других доисторических существ. Здесь, среди зеленых джунглей и влажных болот, динозавры мирно бродили по пастбищам, совершенно не подозревая, что когда-то этот райский уголок превратится в ледяную пустыню. Недавние открытия лишь подтверждают это. Геологи и палеонтологи обнаружили гигантские кладбища динозавров поды льдами Антарктиды, представляете себе? Тысячи тонн окаменевших останков, разбросанных на обширных территориях, словно замороженные во времени свидетельства прошлого. Каждый найденный клык, позвонок или коготь напоминает нам, что эта Земля когда-то была домом для одних из самых величественных созданий, которые когда-либо ходили по планете. Однако тогда не было ни малейшего намека на появление человека. Люди еще не успели эволюционировать. В меловом периоде наш вид не существовал даже в самой примитивной форме. Мы были далеки от появления, и никакие следы цивилизации не могли оставаться на Антарктиде того времени. Это была эпоха динозавров, правивших Землей, а не людей. Я даже подумать не мог, что раньше в Антарктиде было жарче. А вы знали об этом? Но что могло произойти потом? Прошли миллионы лет. Климат изменился, континенты начали перемещаться, и Антарктида начала свое постепенное движение к Южному полюсу. Исчезли тропики, исчезли динозавры, и постепенно, из-за движения литосферных плит и изменений климата, континент оказался покрыт толстыми слоями льда. И все же остается вопрос. Если бы климатические изменения происходили медленнее, могла ли Антарктида стать местом, где ранние формы жизни, включая людей, могли бы обосноваться позже в другие геологические периоды? Могли ли древние люди однажды наткнуться на эту таинственную Землю, прежде чем она окончательно покрылась льдом? Как вы думаете? А как насчет Антарктической пирамиды? Есть гора, которая действительно напоминает гигантскую египетскую пирамиду, только больше. Нашли ее еще в 1910 году, и ходят слухи, что это долго держали в секрете. Но любители спутниковых карт рано или поздно все находят. Геологи утверждают, что тут нет никакого секрета. Это просто обычная гора, ведь пирамидальные горы встречаются в природе. Однако в последнее время в интернете начали появляться гораздо более интересные фотографии. Некоторые из них взяты из архивов экспедиции адмирала Берда 1950 года. Другие – из похода Роберта Скотта в 1912 году. И на этих снимках есть что-то действительно странное. Маленькие пирамиды, аккуратные руины строений, амфитеатры, ряды колонн и оригинальные статуи. Все это на фоне антарктического пейзажа, частично скрытого подо льдом. Ричард Берт, известный американский исследователь, по поручению Пентагона провел операцию под названием «Глубокая заморозка». В рамках которой была создана военная база прямо на Южном полюсе. Все это было окружено тайной, и подробности операции оставались засекреченными. Однако спустя какое-то время всплыл его якобы потерянный дневник, в котором Берт утверждает, что во время экспедиции столкнулся с невероятной расой высокоразвитых существ. Эти существа, по его словам, летали на НЛО и предупреждали человечество о смертельной опасности использования ядерного оружия. История вызвала бурю интереса. Ведь НЛО и секретные технологии всегда привлекали внимание. А тут еще и связь с Антарктидой, где до сих пор много тайн. Скептики, конечно, сомневаются в подлинности этих записей, но многие любители конспирологических теорий верят, что в дневнике Берда есть зерно правды. В наши дни все больше людей начинает интересоваться так называемой теорией плоской Земли, которая утверждает, что наша планета на самом деле не шар, а плоская. Согласно этой теории, у такой Земли есть край, за которым что-то скрыто. Пока одни энтузиасты отправляются на поиски этого края в таких местах, как Австралия, более изобретательные утверждают, что настоящий край находится в Антарктиде. И не просто край, а настоящая Великая Стена, которая защищает нас от того, что находится за ее пределами. Некоторые сторонники этой идеи уверены, что за стеной скрывается цивилизация, которая создала симуляцию нашего мира, как во фильме «Матрица». Эта таинственная цивилизация наблюдает за нами и контролирует все, что происходит на планете. И хотя эта теория звучит как фантастика, многие ее приверженцы верят, что когда-нибудь человечество откроет правду и разгадает секреты Антарктиды, а может и всей Вселенной. А вы какой теории придерживаетесь? Проблема в том, что проверить эти предположения очень сложно. Антарктида остается труднодоступной, и ее обширные льды скрывают множество тайн. Поэтому до тех пор, пока не появятся реальные доказательства, теория плоской Земли и ее край остаются в разряде любопытных, но спорных гипотез. Новое открытие в Антарктиде буквально шокировало ученых и заставило их заговорить об угрозе, которая может затронуть весь мир. Если вы интересуетесь географией, то знаете, что на этом ледяном континенте есть несколько вулканов, даже несмотря на его суровые морозы. Самый известный из них – Эребус, и он не так давно проявлял активность, извергаясь в 2020 году. Но вот что действительно пугает. Последние исследования показали, что под толщей льда скрывается целая сеть подземных вулканов. И если раньше ученые думали, что их около 40 или 50, позже цифра выросла до 91, а теперь, по последним данным, обнаружено более 110 вулканов. Это значит, что Антарктида, которую мы всегда представляли как ледяную пустыню, на самом деле является крупнейшим вулканическим регионом на Земле. Что это значит для нас? Вулканическая активность подо льдами может в любой момент пробудиться и привести к глобальным изменениям. Ледники могут начать таять быстрее, уровень океанов поднимется, и последствия могут быть катастрофическими для всего мира. А может быть, мы просто не до конца понимаем, что скрывают эти таинственные вулканы подо льдами Антарктиды. Представьте себе огромный ледник в Западной Антарктиде, который лежит на тонкой прослойке талой воды, словно кубик льда на мокрой столешнице. Эта вода действует как скользкая смазка, и лед начинает двигаться быстрее, тая на своем пути. Если это произойдет, последствия будут катастрофическими. Уровень мирового океана может подняться на 60 метров. Это примерно высота 20-этажного дома. Вода затопит прибрежные города, миллионы людей потеряют свои дома, и многие территории, которые сейчас считаются безопасными, окажутся под водой. Такой сценарий будет сложно остановить, и последствия затронут весь мир. Одной из главных угроз современного изменения климата называют ускоренное таяние ледников и рост уровня моря. Это звучит пугающе, но как тогда объяснить, что за последние 30 лет площадь суши на Земле увеличилась на 58 тысяч квадратных километров? Такое расширение происходит как естественным путем, например, за счет образования дель-трек, которые несут осадочные материалы с материков. Так и благодаря деятельности человека, который искусственно создает новые земли. Например, в январе 2023 года от ледника Бранта в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью 1550 квадратных километров. Сразу же это событие связали с глобальным потеплением и парниковым эффектом. Но что, если настоящая причина куда глубже? Сейсмологи недавно обнаружили под этим регионом огромный магматический очаг, скрытый под тонкой корой Антарктиды. Этот очаг может быть намного серьезнее, чем просто потепление климата, и его активность может влиять на движение и таяние льдов гораздо сильнее, чем мы себе представляем. Под ледяной шапкой Антарктиды скрываются не просто озера. Это настоящие капсулы времени, где природа создала уникальные условия, недоступные человеческому глазу на протяжении миллионов лет. Эти озера никогда не видели солнечного света, а жизнь в них прячется за многокилометровой толщей льда, словно охраняемой стражей времени. И вот, в 2012 году российские полярники совершили сенсационное открытие. Они пробурили скважину глубиной 4000 метров, чтобы добраться до одного из этих подледных озер. И что же они нашли? Пробы воды из озера Восток открыли нечто невероятное. На поверхности этой темной, изолированной воды обнаружили следы золота. Но самое удивительное – золотая чешуя неизвестной науки рыбки. Это открытие вызвало настоящий ажиотаж в научном сообществе, ведь если жизнь могла выжить в таких экстремальных условиях, что еще скрывается под антарктическими льдами? Может, стоит самому отправиться в экспедицию и раскрыть эти тайны? Эти озера могут быть ключом к пониманию эволюции жизни на Земле и даже за ее пределами. Представляете? Возможно, такие условия существовали и на других планетах, что делает Антарктиду своего рода вратами к разгадке межпланетных тайн. А что если жизнь, спрятанная подо льдами, намного сложнее и древнее, чем мы могли себе представить? Это открытие не только переворачивает наше представление о живых организмах, способных выживать в экстремальных условиях, но и поднимает вопросы о том, что еще может скрывать этот загадочный континент. В 1999 году произошло нечто, о чем мало кто слышал, кроме, пожалуй, узкого круга специалистов. Научно-исследовательская экспедиция обнаружила в Антарктиде не просто редкую находку, а вирус, которому у людей и животных нет никакого иммунитета. На первый взгляд, вроде бы и повода для беспокойства нет. Антарктида далеко, вирус заморожен в вечной мерзлоте, и до него не добраться. Но вот что действительно тревожит ученых. Глобальное потепление. Если лед начнет таять, этот древний вирус может освободиться и стать смертельной угрозой для человечества. Американские ученые отнеслись к этой находке настолько серьезно, что срочно организовали еще одну экспедицию. Сейчас они берут образцы льда в надежде найти как можно больше этих неизвестных вирусов, чтобы разработать противоядие заранее. Но возникает главный вопрос. Откуда в Антарктиде появился вирус? Ведь мы привыкли думать, что там нет ничего, кроме льда и пингвинов. Загадка только усложняется. Некоторые специалисты считают, что вирус мог сохраниться со времен доисторической жизни, застыв в ледяной тюрьме на тысячи лет. Но есть и более необычные версии. Некоторые исследователи связывают этот вирус с нацистами. Существует теория, что в конце 1930-х годов нацисты проводили экспедиции в Антарктиду, где, как утверждается, они могли скрыть свое тайно разработанное бактериологическое оружие. Ведь известно, что в 1938-1939 годах самолеты Третьего рейха фотографировали неизведанные территории Антарктиды, а затем сбрасывали туда тысячи металлических вымпелов со свастикой. Что это было на самом деле? Случайная находка или следы забытых экспериментов? Каждая новая находка в Антарктиде становится не просто научной сенсацией, но и приглашением к дальнейшим исследованиям. Ведь подо льдом может быть спрятано нечто, что навсегда изменит наше понимание о жизни на Земле и за ее пределами. А что вы об этом думаете? Кстати, о сенсациях. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду, чтобы создавать сенсации вместе с нами. Если вы умеете делать монтаж видео или, может, пишете интересные сценарии, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Пишите телеграм-бота. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok